Всем привет! Так хочется поделиться о наших сегодняшних приключениях. Вернее, получились не приключения, а заключения. Начался день с того, что Саша ушел в папины ботинках, а у него размер 41, а у Коли 42. И Саша ушел в 42 размере, а Коля оставил свои. Ну, хорошо, что у Коли еще есть обувь запасная. Это как бы не самое главное приключение. Нас угораздило купить им одинаковую обувь. Основное приключение в том, что мы поехали за продуктами, вернулись домой, а у нас замок не открывается. И вот мы ждем, когда знакомый приедет, чтобы взять у него болгарку и отпилить вот эти болты. И все одно к одному. Я делаю с той стороны дверь, облагораживаю. Ручку сняли, глазок сняли. Ну, глазок, ладно. Даже не взяться ни за что. Хорошо, сосед у нас хороший. Съездили к нему на работу, взяли у него ключи от его квартиры, чтобы включить болгарку. Ну, в общем, в коридоре тоже жить можно, конечно, при наличии продуктов. Коля принес из машины нож. Я отрезала купленную колбасу, купленный хлеб. Есть еще масло и сыр голландский. У соседа можно водички попить. Сижу я вот на колесах. В общем, вот такие дела. Ну, что, тогда сделаю обзор, что ли, продуктов. В общем, вот такая колбаса, любительская называется. Это хорошего качества колбаса, наша местная. 420 рублей килограмм она стоит. Сыр тоже местного производства, майнский. 360 рублей голландский. И потом мы поехали в оптовый. В оптовом я беру все упаковками. Вот такой соус шашлычный. 8 банок. Быстро он у нас кончается. У нас его Саша хорошо ест. Я его больше добавляю. В гулливере такая банка стоит 85 рублей. 58 рублей. Мы покупаем. 8 банок. Соль. Взяла. Аж 10 пакетов. Пусть лежит. Она не прокисает. Вот цену на соль. Вот сахар, помню цену. 45 рублей у нас сахар. Тоже сахар наш местный. Мы берем везде уже сахар. Я смотрела. В некоторых местах 55 даже рублей. У нас пока еще 45 рублей килограмм. И здесь вот стоит мука. Тоже взяла. Аж 10 килограмм. Макфа. Вот на Макфу цену не помню. Сколько стоит 10 килограмм. Взяла вот такую лапшу домашнюю. Высший сорт. Всего 50. То ли 6, то ли 8 рублей килограмм. Я знаю, что она в супы идет. Но я попробовала просто отварить отдельно. С тушенкой смешала. Как по-флотски. И мне очень понравилось. Самое главное хорошо ее промыть. Чтоб она не слиплась. И получается очень даже вкусно. Она нежная такая лапша получилась. С тушенкой. Тушенку нам угостил тушенкой специальный сосед. Такая тушенка не продается. Только у военных. Такая же тушенка. Там одно мясо. Очень вкусное. Потом купила вот такое овсяное печенье. Очень вкусное. Вот именно это единственное печенье. Оно большое. Кружки большие. Когда вот так его сгибаешь, оно мнется. Ну, в смысле оно сгибается. Не ломается, а сгибается. Именно оно напоминает прям вот советское. Потом взяла вот таких зеброчек. Уже сейчас одну съела. Вот нечего делать от сиденья в коридоре. Люблю. 15 рублей. Зебра. Ну, и такую бумагу взяла. Туалетную. Чтоб не жалко было из нее что-нибудь делать. Поделки какие-нибудь. Вот и все покупки. Подсолнечное масло надо было купить мне. Но там было очень дорого. Подсолнечное масло. Я посмотрю в фикс-прайсе. Может быть там есть. Что-то около 500 рублей 5-литровая бутыль. А я беру всегда. Масла тоже много. Не люблю бегать за каждой бутылкой. Вот и сидим кукуем. Сижу, думаю, как коридорчик тут мне еще украсить. Надо же мне еще дверь доделать. Я же так и не доделала. Видите? Все это в кирпичах. Кирпичи покрасить. Надо доделать лозу виноградную. Но это я на зиму оставляла. Так и не доделала у меня. Такие посиделки у меня получаются. Что, принес болгарку? Принес Коля болгарку. Диск, да, что-то покоцанный диск. Ой, а как же им рубить, Коль? Что, ехать в магазин за диском? О, ешки. Что же за судьба-то такая? Ну, смотри, что, куртку порежь. Положи, положи, откручивай. Откручивай. Вот что, надо ехать за диском. Вроде и не пятница тринадцатого. Поехал Коля за диском, потому что этот диск убитый. Правда, не дай бог разлетится. Вот, зазубрины какие-то. Хорошо, что у нас хоть дежурные сланцы здесь стоят. Мусор в них выносим. Сейчас переобуюсь и пойду у соседа посижу. Что ж мне в коридоре куковать. Смотрите, как я облагородила трубу. У нас здесь труба стоит, проходит. Ну, с крыши льется вода через него. Даже вон шуршит. Снег видно тает. Да, у нас же снег сегодня выпал. И у меня ненужные наличники были. Вот такие обыкновенные. Которые тулило-тулило куда-нибудь. Что-нибудь с них сделать. А потом взяла вот так просто на трубу прислонила. Изолентой замотала. И все. Все же лучше, чем голая. Пойду к соседу. Как хорошо, когда соседи хорошие. Вот, правда, говорят, дом покупаешь за сто рублей, а соседа за тысячу. Да. А он собирается эту квартиру продавать. И от нас уезжать. Очень жалко. Могу только цветочки его показать. Это у него... Я тоже брала у него отростки. Вот такой столб был мохнатый. И на нем вот эти цветы росли. И столб уже очень высокий был. И он его, видно, выбросил, отростки взял. Вот у него такие цветы. Мы поливаем их, когда их у них дома. Смотрите, хозяйство. Это мужчина какой. Такой, занавесочки у него на окнах. Тут фикус у него такой. У него сейчас мало цветов. А это все толстянка. Вот. Денежное дерево все. Вот, по-моему, я у него брала отросток, который у меня не прижился. У него вот хорошо живут. Ну, у меня сейчас тоже хорошо растут. Те, что Коля подкидыша принес с подъезда. Вот. У него даже такая занавесочка тюлевая. Хоть водички попить. Поесть-то я поела. А попить-то негде. Сейчас. У соседа попью. Какую я бутылку у него на столе вот увидела. Смотрите. Как будто бы дерево и обезьяна. Надо спросить, если он ее будет выбрасывать, пусть выпросит ко мне ее. Десертки. Тут у него немножко Магнитиков на холодильнике. Азовское море. Адлер. Саранск. Волгоград. Это я не знаю, что. Вот такой вот памятник какой-то в ДВшеньком. Ейск. Дельфинчик. Дыня. Еще раз Волгоград. Адлер. У меня такой вот тоже есть. У меня такой с Черного моря. А здесь у него написано Республика Доминикана. Там Самара. Слобода. Мост. Саратовский. И такой китик. Футболист. Сижу, жду. О, дверь открылась. Коля с диском идет. Что купил? Картик-то у тебя. У меня была наличка. Да что ж за день сегодня. Я сумелся, картики не было. Ну ладно, налички есть. Ну ладно, хорошо. Здесь у меня там, в общем, доход. Харат, я же говорю, что всегда нужна наличка. При себе. Покажи. Такой же, только новый, да? Ну, да. Ну, все, раздевайся. Вот у нас тут растворок. Это насильно у него вешал. Ну да, да, он опокуцаный. Лучше своих. Нет, я ему отдам, что-то, 19 рублей. За мной. А, ну отдай. 8, 6, 6. Отдай его диск, отдай. Да, да, да. Ты несколько купил? Это свои, это на 125, но я для себя взял. А, это купил, да, еще? Ну, это для себя взял. Ладно, давай, наждачечку купил, смотри. Так, да. На левочку. Сейчас возьмем у соседа переноску. А вот у него прямо Коля, она тут лежит, ее отстегнуть только и протянуть, и все. Ну да. Ой, я так боюсь, когда болгарки работают. А Коля говорит, что я должна еще фонариком ем подсвечивать. Пойду. Ой, как-то страшно, когда болгаркой работают. Вот, спилил Коля один болт. Замок открылся, теперь дверь заклинила. Сейчас наличник снимет и хорошо еще с собой в машине. И фонарик есть, и инструменты какие-то есть. Вот так вот. Отгибать надо как-то дверь. Дверь отгибать? Ну да. Ой, мам, дорогой. Вот эту надо как-то отогнуть. Свечу, свечу. Последний болт выбиваю. Последний болт. Обровной самый. Что, можно было этот наличник не снимать? Ну, почему? Думали, что дверь перекосилась, там замок перекосился. Крутится, но не вылазит. Изуродовали дверь, как бог черепаха. Что за дела, с той стороны украшаем с этой? Вот-вот. Уродуем. Это вообще прям какое-то гадство. Ой, как-то страшно, когда искра летит. Ключ вставляем, чтобы замок не упал, не разбил на пару. Ух, она сломалась. Короче, все раскручили, сломали. Тогда и бог, чтобы еще открылась. Она еще не открывается. Да я-то щедрен, но на этом держится. Не выйдет. Подлёп. Вот так выбиваем замок. Никогда. Все уже на нервах. Вообще, что за дело? Ой, ура, слава богу. Вот, Коля повыбила. Ну, вот, они, видишь, они сквозные. Я же тебе говорю, что это сквозные. Ты думаешь, вот эти держали? Нет, нет. Не знаю, в чем дело. Сейчас будем разбираться. Ну, в общем. Что разбираться? Вон туда, смотрите. Да, оказывается, что я зашпаклевала вот это место. Не подумала. А оно вот уперлось в шпаклевку. Мало места было этим штырькам. Ну, ладно. Мы хоть дома пошли вещи переносить. Все, спасибо всем сочувствующим. Пока-пока.